всем привет сегодня я хочу поделиться с вами рецептом без дрожжевого хлеба это будут маленькие булочки будет не просто хлебушек это будет правильный полезный хлеб из цельнозерновой муки и так что нам для этого потребуется собственно цельнозерновая мука разницы нет какая она у вас ржаная пшеничная вот это интеграл д тригу это обычная цельнозерновая пшеничная мука эспельта это дикорастущая пшеница она тоже цельнозерновая написано не интеграл и вот эта мука это ржаная мука сантенна еще нам нужно будет немножко фруктозы творог или сыр мягкий типа филадельфий разрыхлитель кефир орешки какие у вас есть еще семена льна и кунжутное семя в общем все давайте приступать из посуды нам потребуется миска достаточно вместительная в которую может поместиться две обычные буду замерять все чашечкой обычная 300 граммовая чашка нам потребуется два стакана цельнозерновой муки я возьму портаной муки приблизительно пол чашки муки эспельта та которая из дикорастущей пшеницы это очень полезная мука не знаю продается ли она у вас в вашем регионе если продается обязательно попробуйте у нее очень такой нежный вкус это просто что-то божественное что получается из этой муки и добавляю обычную муку обычную смысле но все равно цельнозерновую не белую муку итак у нас получилось всего две чашечки муки так теперь сюда же мы добавим три столовые ложки фруктозы фруктозу без горки набирайте дальше нам потребуется две с половиной ложечки разрыхлителя соли четверть чайной ложки еще я добавляю кунжутное семя семечки любые которые вы будете бросать вы можете их класть на глаз сколько вы любите и чего вы любите семена льна я люблю когда семечек и орехов попадается много и орехи орехи очень крупными кусочками не бросайте их нужно все же немножечко подробить орехи я просто разламываю руками но на не очень мелкие кусочки то есть прокатать бутылкой лучше так не делать вкусно когда попадается цельный кусочек орехов булочки сюда же можно добавить любые семена подсолнух не знаю какие вы любите орехи любые слегка перемешиваем наши сухие ингредиенты после того как мы размешали мы можем добавлять жидкие ингредиенты добавляем 150 грамм жидкого творога и потихонечку начинаем вымешивать если у вас на данный момент нет творога я делала в принципе эксперименты с обычным творогом я его просто слегка взбивала блендером и добавляла тогда чуть-чуть побольше кефира или можно можно в принципе вместо кефира можно использовать натуральный йогурт вот такой вот типа грего мне кажется он сейчас есть вообще по всему миру в любой стране его можно найти тоже очень полезная вещь секундочку покажу он густой сам по себе вот такой как густая густая сметана и в принципе можно заменить кефир этим йогуртом вместо стакана кефира или простокваши можно добавить такой натуральный йогурт 100 грамм и пол стакана молока сейчас мы потихонечку будем добавлять мы его добавляем понемножку вымешиваем, размешиваем в конечном итоге у нас должно получиться достаточно не густое тесто но и не жидкое если жидкое тесто будет будут булочки расползаться очень густое будет не очень хорошо подниматься тесто в духовке чем мне нравится этот способ это очень быстро то есть я замешиваю тесто буквально на все про все уходит ну максимум минут десять булочки получаются очень вкусные нежные а самое главное они очень полезны пропорции те же а тесто у меня мне кажется получается немножечко жидковатое чтобы оно было чуть-чуть погуще добавляете по чуть-чуть потому что мука она с отрубями ну как бы цельное зерно перемалывается все вместе в цельнозерновой муки не отшелушиваются из зернышка отруби отруби постепенно набирают влагу разбухают отруби в принципе сами по себе очень полезная штука если у вас не очень сбалансированное питание то можно есть отруби или добавлять их в салаты в каши какие-нибудь в супы от приема отрубей улучшится перистальтика лучше работать ваш желудочек кишечник вот это вот уже тесто которое нам нужно я надеюсь вам хорошо видно я вам покажу его поближе вот оно вот такое вот не густое но и не очень жидкое и так что мы будем делать дальше для того чтобы наши булочки были не только вкусные но и красивые мы будем обваливать в смеси овсянки и той же интегральной муки цельнозерновой в смысле вот такая вот смесь приблизительно 50 на 50 если вы хотите можно добавить больше овсянки хотите можно вообще просто в муке обваливать что мы делаем мы набираем ложечку сначала мы ее немножко очистим и теперь в таком вот состоянии ложка когда она чуть-чуть слегка влажная обмакну ложку в нашу смесь мы набираем такую с горочкой ложку кладем в нашу смесь и обваливаем булочку со всех сторон теперь я кладу ее на ладошку и прокатываю как вы делаете котлетку или так или делайте как вам удобнее опять обмакиваю набираю обваливаю со всех сторон и кладу на застеленный противень емкость конечно наверно стоило бы взять побольше для того чтобы у нас все это дело не разлеталось по всему столу так у нас получилось 14 булочек обычно так и получается где-то 14 максимум 16 булочек как раз на противень и мы будем ставить в разогретую до 200 градусов духовку ставим в разогретую духовку и наблюдаем как наши булочки будут выпекаться ну вот прошло 30 минут я вынула булочки из духовки вот такие они получились вот такие вкусные аппетитные булочки у нас получились согласитесь не особо сложный рецепт все ингредиенты можно купить в магазине очень рекомендую попробовать это не есть конечно все ингредиенты и первого изfordл起 Продолжение следует...